Почему центральные регионы России погрузились в туман? И стоит ли ждать снега в ближайшее время? Возвращение к тайваньскому вопросу. Напряженные отношения между Тайванем и Китаем. Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью китайской народной республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике. В Казанском федеральном университете прошло очередное рабочее совещание с руководителями основных структур подразделений. В ходе совещания поднимался вопрос расширения сотрудничества в научно-образовательной сфере со странами ближнего зарубежья. Также участники совещания обсудили вопросы реализации стратегических проектов новой программы академического лидерства «Приоритет-2030». Рабочее совещание провел ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Университетская клиника продолжает вакцинацию. Бесплатная вакцина доступна как российским, так и иностранным студентам Казанского федерального университета. Мы были заполнены в какие-то периоды на 50, в какие-то периоды на 80, 90%. У нас был запас коечного фонда. То на сегодняшний день абсолютно 100% коек, и даже больше 100%, потому что мы пользуемся еще системой приставных коек, на сегодняшний день он задействован. Сейчас, правда, появляются новые штаммы, но даже против них эффективность действующих вакцин составляет порядка 80%, что очень, в принципе, неплохо. Для сравнения, Всемирная организация здравоохранения считает, что вакцину можно использовать, если у нее эффективность больше 50%. Более того, когда мы исследуем эффект вакцинации, нужно не забывать, что с одной стороны есть опасность побочных эффектов, но она обычно колеблется в районе серьезных побочных эффектов, один на 100 тысяч или даже один на миллион. А с другой стороны, есть последствия перенесенного заболевания. То есть если ты заболеешь, то у тебя шанс умереть несколько процентов, а еще 20-30%, что у тебя будет тяжело протекать заболевание, но даже если оно протекает в легкой форме, это потребует несколько месяцев восстановления после этого заболевания. Мы организовали выездную вакцинацию, то есть все структуры университета совместно. Выездную вакцинацию здесь, в 15-м доме деревни Руссиада. Сегодня она будет здесь, а в пятницу, 5 ноября, мы проведем ее на базе студенческого городка нашего университета. Для себя нужно иметь паспорт и желательно иметь такие документы, как медицинский полис добровольно-медицинского страхования, соответственно, свидетельство обстановки на миграционный отчет, свидетельство на миграционную карту. В первую очередь хочу хотя бы снизить риски заболевания этой достаточно распространенной инфекцией. Хочу сохранить сильный иммунитет. Хорошее деление здорово и уменьшает риск общества, и поэтому я решил, что делал вакцинацию. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров вошел в состав Совета по развитию Национального центра физики и математики. Всего в Совете 35 человек. Новая структура призвана координировать деятельность Центра и определять направление его развития. В частности, Совет будет утверждать научную программу и программу развития, обеспечивать взаимодействие органов власти и научных организаций. На протяжении нескольких недель между Китаем и Тайванем нарастает напряжение. В Тайбэе отметили, что нынешняя обстановка района Тайваньского пролива является наиболее напряженной за последние 40 лет. Как на данный момент развиваются отношения между странами и стоит ли ожидать вооруженного конфликта, узнаем в следующем сюжете. Новый конфликт между материковой и островной частью Китая начался после того, как Народно-освободительная армия Китая в первую неделю октября направила к берегам Тайваня почти 150 военных самолетов. Далее поступило заявление уже со стороны Тайваня, что на территории острова присутствуют американские войска, которые в случае нападения Китая будут защищать островную часть. Однако в Бюро национальной безопасности заявили следующее. Вероятность начала боевых действий между материковым Китаем и Тайванем в течение года очень мала. Никаких новых причин на этом этапе их не возникало и возникнуть не может. Потому что причина только одна. Начиная с 1949 года Китайская Народная Республика заявляет, что Тайвань – это неотъемлемая часть территории КНР и ни в каком другом статусе она ее не рассматривает. Изначально конфликт между Китаем и Тайванем имел идеологические причины. На данный момент идеология как вопрос уже не является актуальным. Конфликт перерос из идеологического в территориальный, не имея при этом рационального решения вследствие глобальной обстановки. На данный момент Россия поддерживает интересы Китая, а США выступает в защиту Тайваня. Мы хотели бы подчеркнуть, что кто бы ни возглавил администрацию на острове, позиция Российской Федерации по тайваньскому вопросу является последовательной, твердой и неизменной. Вы знаете, Россия, как и подавляющее большинство других стран мира, считает Тайвань частью Китайской Народной Республики. Из этого мы исходим и будем исходить в нашей политике. Россия выступает против членства Тайваня в международных организациях, а следовательно мы не можем рассматривать Тайвань как суверенное государство. И еще раз хочу обратить внимание, что Россия подчеркнула, что вот такая позиция российская, она закреплена договором с КНР 2001 года. Китай отрицает, что военные действия на границе с Тайванем направлены на создание военного конфликта. По словам китайских дипломатов, учения возле Тайваня направлены на обеспечение государственного суверенитета и против сепаратистской деятельности и внешнего вмешательства. Роберт Хасанов, Универньюз. Профессор Казанского федерального университета Илья Рябчиков признан лучшим ортопедом Татарстана. Он выиграл региональный этап второй всероссийской премии для врачей от сайта отзывов про докторов по направлению ортопедия. Он единственный сотрудник ИФУ, получивший данную премию. В 2022 году Пушкинскую карту пополнят на 5000 рублей. Таким образом, программа, направленная на популяризацию культуры среди молодежи, продолжит работу в следующем году. Использовать эту карту можно для покупки билетов в музеи, театры, концертные залы. Бюджет социальной программы в этом году составлял 3000 рублей на одного человека. Для получения Пушкинской карты необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Госуслуги Культура. Ноябрь – последний месяц осени. В это время погода не очень стабильна и снег не за горами. Какая же погода ожидает казанцев на ноябрьские праздники и не только – в нашем сюжете. В это время года погода не очень стабильна. Периодически светит солнце, но чаще всего небо плотно закрыто облаками. Несмотря на пасмурную атмосферу, дождей в ноябре выпадает намного меньше, чем в октябре. И ближе к концу месяца периодически идет снег. Мы поинтересовались у эксперта Казанского федерального университета о погоде на ближайшую неделю. В ближайшую неделю ожидается, что также у нас температурный фон будет превышать норму. И давление у нас будет понижаться в связи с тем, что к нам, на нашу территорию, в общем-то, придет циклон, сформирует такой циклонический характер погоды. В общем, со всеми прелестями, присущими циклоном, а именно с осадками, с порывистым ветром. В то же время не стоит ожидать от этих осадков формирования снежного покрова. Эксперт рассказал также об атмосферном давлении. На этой неделе, с пятницы на субботу, ожидается резкое понижение атмосферного давления. Настолько резкое, что давление понизится меньше, чем за сутки, аж на 13 мм ртутного столба, что достаточно много. Это, безусловно, может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Что касается долгосрочного прогноза на ноябрь, то, согласно Гидрометцентру Российской Федерации, в последний месяц осени температура будет выше климатической нормы и ожидается дефицит осадков. Также прогнозируется, что на смену теплому ноябрю придет относительно холодный декабрь. Дальнейшие месяцы по долгосрочному прогнозу прогнозируются как в пределах нормы. То есть январь, февраль, март пока прогнозируется как в пределах климатической нормы. Эксперт также напомнил автомобилистам не забыть поменять резину на зимнюю, так как ночная температура периодически опускается ниже нуля градусов, в связи с чем утром бывает гололедица. На этой неделе устойчивого снежного покрова ждать казанцам не стоит. На этом все. В студии была Арина Улескова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»